Это Porsche Cayenne Turbo, под капотом у которого мотор 4.8, 500 сил. Машина 2008 года. Ее купил мой кореш буквально месяц назад по цене 1 миллион рублей с пробегом 140 тысяч километров. Что это такое? Зачем он ее купил? В этом видеоролике он расскажет сам. До этого у него был Skoda Rapid с мотором 1.4 Turbo на DSG в максимальной комплектации. Машина была 2017 года. Покатался, продал и подумал. А почему бы и нет? Почему бы не взять на годик-два понтовую тачку для души? Многие из вас скажут, это пылесос для денег. Оно так и есть. Давайте послушаем его. Какие уже траты он понес и нафига это вообще нужно? Премиум тачка 2008 года за 1 миллион рублей. Приятного вам просмотра. Спонсор выпуска. И мы начинаем. Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на дикую ситуацию на рынке по продаже новых автомобилей, что на них делают бешеные наценки, для многих людей покупка автомобиля в данной ситуации это не просто покупка средства передвижения, это покупка рабочего инструмента для зарабатывания денег. И вполне возможно, что кому-то из вас автомобиль нужен для работы в такси, для сдачи автомобиля в прокат, для работы курьером в доставке, для бизнеса личного. Возможно, у кого-то родились дети и ну просто критично необходима машина. Ситуации бывают действительно разные. И вот здесь на помощь приходит лизинговая компания Азур Драйв, которую я вам неоднократно советовал. Потому что в Азур Драйв можно взять машину в лизинг как для личного пользования, так и для бизнеса. И не забывайте, если вы покупаете автомобиль на юридическое лицо для бизнеса, то как минимум вы можете вернуть 20% НДС, снизить налог на прибыль. Это как минимум. А если у вас грамотный бухгалтер, выгода от лизинга у вас будет еще больше. Широкий выбор автомобилей. Например, Volkswagen Polo за 24 700 рублей в месяц. Kia K5 42 500 рублей в месяц. Toyota Camry 48 300 или же Mercedes Maybach. Здесь все нужно считать индивидуально. А по ссылочке в описании вы увидите весь ассортимент автомобилей и ориентировочные цены на них. А если вдруг нужного вам автомобиля нет, оставляйте заявочку и специально для вас его найдут по наиболее привлекательной цене. С Азур Драйв вы можете купить автомобиль в лизинг, даже если у вас уже есть действующий кредит. Им не важна ваша кредитная история. Им самое главное, чтобы у вас был паспорт Российской Федерации. И не забывайте, друзья, что перед оформлением вам дают договор и все расчеты. Вы их смотрите и если они вас устраивают, то после этого вы подписываетесь. Хотите получить дополнительную скидку? Укажите промокод Машков Дмитрий. Пользуйтесь на здоровье, но с головой. Финансовые инструменты в жизни действительно могут пригодиться. Азур Драйв вам в этом поможет. Знакомьтесь, Никола, 3 года назад мы с тобой снимали твой Рапид, тогда еще совсем новенький. Сегодня тебе 30 лет. Да. И ты решился на такой интересный шаг, который некоторые скажут, да нафига это надо, ну не обдуманно, за миллион Каен 2008 года с пробегом 140 тысяч. Расскажи, пожалуйста, кратенько, вот пришла тебе мысль продать твою машину. Честно скажу, спонтанная покупка была, ничего я не смотрел, просто в один прекрасный момент вечером решил промониторить просто рынок, какие есть предложения. Так как я фанат Вага, я решил по Вольцвагену, вот и что-то мысль пришла, может быть Каен, вроде ценник можно, ну недорогой, то есть найти по ним. Для справки, этот Каен первого поколения, рестайлинговая версия, выпускался он с 7 по 10 год. На сегодняшний день на досках объявлений он стартует по цене от 500 тысяч рублей до полтора миллиона рублей в среднем. Вот эту машину он нашел в Москве у дилера, кто-то ее сдал по трейд-ин, изначально за нее просили 1 миллион 200 тысяч рублей. Низ рынка я сразу отметал. А низ рынка это сколько? 500 тысяч, это наверное, вот минимум, хотя там какие-то были за 400, но это наверное вообще просто, блядь, еще вложи туда 500. Ключи чисто тебе отдают. Да-да-да, без двигателя, просто кузов. Я уже сразу стал листать, владельцев сделал поменьше, чтобы было там 2-3 собственника, особо долго я не искал. Вот нашел эту машину, она стояла на дилере. То бишь ее кто-то сдал в трейд-ин, естественно продажа от дилера это куча там гарантий того, что пройдены якобы все проверки. Когда ты приехал в автосалон, это был официальный дилер, ты смотрел машину, что про нее вообще сказали, в каком состоянии? Какой-то был чек-лист из серии? Был, да, конечно, был, мне скинули, что, ну, в каком она состоянии, что нужно там сделать. То есть там в принципе было все по минимуму, и что не работало. Что не работало? Смотри, не работали дворники, там моторчик был сломан, соответственно, его починили. Но они за свой счет это все делали, то есть я не вкладывался. Соответственно с люком были проблемы, но с люком это я уже сам разобрался через знакомого специалиста. Там просто его надо было смазать и настроить. Да, но он не открывался у них почему-то. И с фарами, кстати, были проблемы, нужно было их перекодировать, настроить через компьютер. И, соответственно, там была ошибка, как тебе объяснить, типа свет вот горел, ошибка. Вот. И я приехал потом тоже к знакомому человеку, он мне просто перепрограммировал фары и все, соответственно, нормально работало. Слушай, ну все, что ты перечисляешь, это не то, чтобы мелочь, это вообще тьфу. Да. Тем более для машины 2008 года. Это такие пустяки, которыми даже, мне кажется, в кайф будет заняться. Что-то серьезного из серии с мотором, с коробкой, с ходовой частью было по автомобилю? Не было вообще проблем никаких. Когда они делали дворники, я туда вызвал специалиста по задирам перед сделкой. Ну, чтобы он проверил на задиры, соответственно, цилиндры. Сказал, все, то есть, в хорошем состоянии, нету ни задиров, не был гильзован. Вот, все, то есть, в хорошем состоянии. Короче, получается так, тоже какая-то сказка. Ты, получается, приезжаешь к дилеру, на секундочку, друзья, изначально машина стоила вообще миллион двести за нее просили. Но в процессе торга, если уж быть совсем точным, ты ее забрал за один миллион сорок семь тысяч рублей. Да, да, да. Ну, присаживаясь в тачку, несмотря на то, что она 2008 года, но это Porsche, друзья. Это все-таки премиальный сегмент. И даже на сегодняшний день этот архаичный салон, много кнопочек, вставки, карбона. Это же все оригинал. Это не какой-то там Алиэкспресс, правильно? Да, это все в комплектации. При этом есть комплектации еще богаче, но в нашем случае и так неплохо. Ну, расскажи, когда ты пришел покупать, усел в машину после Рапида? Кайфанул, конечно. Сразу увидел какую-то душевность в тачке, что не просто ездить на обычной машине, а уже как-то более на таком другом уровне находишься. Вот, да, то бишь, все-таки вот это вот, да, есть, вроде купил машину дороже, смотришь, у нас старее. Но ты вроде как уже, так сказать, приподнялся. Конечно, да, то есть, и некое стремление дальше развиваться и что-то себе более... То есть, даже мотивацию почистить. Да, но это в любом случае так и есть. Слушай, ну машину ты проверял, правильно? То есть, с ней ДТП никаких нету, такого, что там перевернута. Смотри, у нее не было, у нее просто была косметика, двери, бампер, задний тоже бампер, передний, то есть, ну так, по мелочи. Значит, по личным наблюдениям, когда садишься в автомобиль, ну, тачка реально ухожена. Самое главное, что ты такой еще некого-то химчистку, да, делал? Слушай, нет, вообще ничего нет. Ну, может быть, от дилера делать, потому что здесь такой вони особо нету. А мелочевки такие, то, что дверь открываешь, эти крепежи, которые есть, они уже особо не держат, то есть, их по-хорошему нужно заменить. Ну, ты знаете, когда под наклоном стоишь, то есть машина будет, дверь будет закрываться автоматом сама. Опа-на, с полоборота, ребята, с полоборота. Ну, выхлоп здесь, получается, не спортивный стоит. Да, ну, стоковый, то есть, как есть. Ну, вот эту машину можно как раз доработать и быть одним из тех, у кого тут бра-ба-ба-ба-ба, правильно? Да-да-да, чтобы всех пугать на улице. Ну, нет таких мыслей? Не, не было. Хочу пока в стоковом варианте покататься, то есть, ничего не делать с ним. То есть, вот как есть. Как купил, так и ездить. Ну, знаете, даже вот так вот, если посмотреть, ну, ухоженная машина, нет такого, чтобы, прям, знаешь, что-то сопли вело, текло. Здесь, конечно, все так плотничком стоит, особо не подлезешь. Но в целом и ошибок нет, и ты, как бы, по сервисам гонял, все смотрел, тачка ухоженная. Поэтому здесь поймите правильно. Когда кажется, это Porsche Cayenne, Залям, да иди нахрен, это хрень какая-то. Но сам факт того, что машина имеет владельца, то есть, владелец ее тоже имеет, а у нее и будет хреновое состояние. А если за ней следят, обслуживают, то о чем-то договорить. Но, с другой стороны, сама по себе тачка не ликвид, поэтому такая просадка по цене. Сегодня новый Porsche можно купить за десятку. Самый-то прикол, знаете, в чем? Что сегодня новые Porsche в актуальных комплектациях, моделях, их распродают уже машины 2022 года. Ты приходишь к дилеру, он тебе говорит, ну вот, у нас там машина будет осенью 2022. Люди их уже покупают, серьезно говорю. Вот народ бесится, типа, как это так? Пришел покупать за 12 миллионов, а мне ничего предложить не могут. А вот так вот-то. Соответственно, парктроники перед зад, которые вот здесь вот выдаются такими квадратиками. А камеры есть задние? Нет, камеры нету. То есть, тогда еще вообще даже камеру не ставили? Нет. Ну, какие-то, по-моему, как мне объяснил специалист, что были какие-то комплектации, где есть, были камеры. Ну, у тебя зато пневмы есть. Да, есть пневмы, и для бездорожья какие-то вот здесь функции. Пневмы рабочие? Да, рабочие. То есть, в целом сейчас все фишки, которые в тачке есть, они все рабочие? Да, слава богу. При этом, смотрите, панорамная крыша, ну, например, нету камеры. Но камеру можно доустановить, правильно? Вот на этот дисплей по-любому что-то будет выводиться. Да, можно и магнитолу в целом поменять на какой-нибудь Android, но я этого делать не хочу, хочу стать оригиналом. Интересно. Ну, первый чек на 22 тысячи рублей, это еще не так страшно. Идем дальше. Масло. Вот это, да? Да, там тоже. 12 тысяч рублей. Дальше идем. Соответственно, вот у меня еще один чек. Жидкое тоже. Замена жидкостей? Да, да, там в общей сложности, по-моему, в районе 40. И, соответственно, это уже по... Я уже, соответственно, менял. Получается, были по подвеске, я ее уже, когда на сход-развал поехал проверить, она не сошлась на сход-развале, и мне посоветовал специалист заехать, поменять, соответственно, по подвеске рычаги, там, наконечную, рулевую тягу, наконечник, соответственно. Это я уже делал спецов, которые занимаются как раз-таки Porsche. Короче, еще плюс 48 780. Так, идем дальше. А, была ошибка, горел чек. Я уже думал сначала, блин, да не может быть такого... Не туда посмотрели, когда реально заделы. В итоге оказалась проблема элементарная. В восьмом, если не ошибаюсь, цилиндре, там катушка не работала, нужно было ее поменять. Ну, катушка, смотри, что-то недорого, да, большая тяна? Да, смотри, здесь получается... Это я вместе с фарами, кстати, настраивал. Программирование фар вышло в районе, получается, 7 тысяч. И, соответственно, диагностика. За две услуги, короче, 7 тысяч рублей. Ну, и того, так, если быстро посмотреть, здесь порядка 100 тысяч. Порядка 100 тысяч рублей. Да, я думаю, что да. 100 тысяч плюс. Сейчас есть какие-то еще нарекания, что нужно вот еще в ближайшее время сделать? Слушай, ну, только я думаю, что через 30-ку это колодки будут перед, зад. И задние, скорее всего, тормозные диски пойдут. И через замену колодок нужно будет поменять передние тормозные диски. Про старые немецкие машины можно говорить многое. Мы же не сказали про фары. А фарки-то здесь с помощью линейки вытаскивают и воруют. А диски тормозные, вот даже Никола рассказывает. Там, где он обслуживал последний раз машину, говорят, готовься. 100 тысяч заперят. Он уже посматривает в интернете. Вроде есть подешевле, а в тот же самый момент все говорят, типа, ну, сюда лучше поставить оригинал. Опять же, колеса, 20-е, если я не ошибаюсь, у нас разноширь идет. По-хорошему, нормальные шины на лето. А на эту машину нужны нормальные шины. 500 сил, как-никак. Тысяча 100 рублей тебе запросто могут встать. А если еще что-то вдруг сломается? А мало ли с коробкой, а мало ли с мотором всякое может быть. Поэтому машина такая, знаешь, серия, она кайфовая, реально. Друзья, ну вот эта вот история просто, знаешь. Ух ты, бля, вот это вот сейчас, знаешь, вот это все-то ты. Не-не-не-не, бля, это нытье, вот оно, ради чего этот Порш нужен, бля, вообще. Чисто вольной, нормально по кайфу. Ух ты, слушай, не, это прям очень хорошо, старый Порш, я тебе бы не сказал так. Если штрафы будут, я плачу, бля, ребята. Да, ничего страшного. Не, ну кайф. Мы прокатились, вот то, как она тянет, ну, чувствуется Порш, реально. В этом кайф есть. Но за кайф, друзья, надо платить. Поэтому покупая эту машину, еще раз, ну ни в коем случае не на последние деньги. Есть алям, ты купил ее за алям, так ты знаешь, ты отдашь еще больше сверху. А когда есть полтора, и ты нашел за миллион, вложил 200, у тебя на всякий случай три соточки на машину долежит. Здесь уже очень тонкая тема. Кто-то скажет, лучше купить что-то посвежее, там, двух-трех годовало. А вы напишите в комментарии, что сегодня, на момент 2021 года, на вторичке, двух-трех годовалый можно купить за миллион-миллион сто. Хрень собачью, ничего свежего не купите. Сейчас в Солярис двухгодовалый у тебя будет за миллион сто. А здесь Порш. Ну, то есть на сегодняшний день, как тебе говорят на сервисе, машина пока что вложения больше не требует. Катайся и наслаждайся жизнью, как говорится. Вот такая картина, друзья, смотри. А с одной стороны, изначально, когда ты ее забирал, тебе сказали там дворнички, фигурнички, но тем не менее соточка на раз-два. Я считаю, что это все расходники, с расходным материалом по большей степени. Друзей катал? Да, да. Что пацаны говорят? Ну, вообще по кайфу. Всем нравится? Да. Вот в чем интересен город Москва? Вот мы сейчас стоим, снимаем, подходит парень. Вроде бы обычный парень, что-то на парковке ходит, поболтался на него такой. Ну, ладно, давайте, ребят, счастливо. Прыгнул в какую-нибудь у него Поршу? Там 911, короче, какая-то свежая вообще модель. Кайман, да? Ну, сколько? Ну, лямов 10, наверное, стоит этот Кайман. И уехал. Вот он и, пожалуйста. А подошел просто, ребята, подошел парень. Вот вообще максимально обычно. Ну, еще как. Ну, ладно. Суть в том, что мы сейчас и сами-то находимся в непростом месте. Мы передвигаемся по Садовому кольцу. На ваших экранах золотая миля. Это улица Остоженко. Про нее снимался отдельный сюжет. На канале есть. По чем там недвижимость? Что вообще она из себя представляет? Кому про недвижку интересно, посмотрите. К чему я это? Это Остоженко, Москва, Бабки. Вот там наличие вот этих Поршей, Мерсов и так далее просто огромное количество. Вот мы едем на машине 2008 года. Как мы себя чувствуем? Кайфово. Кайфово? Как в новом принципе, по ощущениям. Класс что? Мощный мотор, 4.8, 500 сил, полный привод, автоматическая коробка передач. В более топовых версиях там будет робот стоять? Да, в этих годах, по-моему, только всегда идет Айсин, автомат обычный. Тебе хватает мощности? Мне вообще за глаза чуть-чуть. 500 сил, а бензин расход какой-то вот? Слушай, но по компьютеру, то что я смотрел и по своим наблюдениям, 22 литра это вот. По городу? Да, по городу, в пробках. В том режиме, в котором мы сейчас едем. А если понаваливать при желании, это 30-чек, наверное, будет, да? Слушай, да не, я думаю, поменьше, может быть, 25. А питается он каким бензином? Сол ты только лью, не меньше. Транспортный налог? 75 в год, тысяча получается. Ну, не напрягает? Нет. Слушай, расскажи, пожалуйста, 30 лет, молодой парень, сегодня у нас получается четверг, будний день, мы с тобой кайфуем по-садовому, едем, ни хрена не работаем, ребята. А деньги-то не мама с папой тебе машину купили. Кратенько для людей, плюс-минус, чем нужно заниматься, чтобы можно было... Слушай, ну, нужно заниматься, вообще не слушать никаких, там, этих, как его, бизнес-тренеров, я считаю, что это чушь в какой-то степени. Нужно заниматься тем, чем, ну, как бы тебе по душе, то есть от чего ты кайфуешь, найти ту, так скажем, не знаю, золотую середину или нишу, где ты можешь двигаться. То есть я считаю, что все мы личности должны развиваться, то есть образование, в принципе, тоже играет немаловажную роль, то есть это тоже в какой-то степени может помочь. Ну, скажи честно, с твоим доходом сегодня, вот содержание этой машины, это все-таки напряжно или как-то вот ненапряжно вровень? Ну, по мне ненапряжно, то есть я, когда покупал, я знал, на что я иду и знал, что... Не на последний брал? Конечно. Понимал прекрасно, за что ложиться нужно будет? Естественно. То есть ты берешь же не какой-нибудь там Hyundai Solaris, условно говоря, где ты будешь, возьмешь и будешь ездить там, и то сейчас какие цены на новый автомобиль, и ты думаешь, Каен, наверное, даже и дешевле содержать, чем купить себе там новую тачку. Полтора миллиона, отдать из которых еще там 1300 будет за воздух, и то полтора, это за какую-то там плюс-минус среднюю комплектацию еще? Полтора, это копейки, есть Rapid, вот я смотрел, 2 миллиона стоит уже с 1.4 мотором, с допами. Есть ценники, где я видел, в интернете выкладывали 2400 за Volkswagen Polo, он где-то стоит. Очень часто присылают и говорят такие, о, да кто же это берет? Друзья, общаюсь с менеджерами, работаю в этом вопросе, присылают о том, что покупает, народ приходит, покупает. На днях прислали Tiguan 220 сил, цена которого 3300, его хотят продать с наценкой миллион. Я спрашиваю, да кто его будет брать? Говорят, есть люди, которым понравилась модель, понравилась комплектация, хотят купить, и самое главное, у них есть бабки, им похер. Они приходят, лям, значит лям. Лично такие машины находил людям, которые сами говорят, я хочу, из-за своей хотелки готов платить. Ребята, вы знаки и напоминания от природы вообще как улавливаете? Листочки активно опадают, на улице светит солнце, а на деле 12 градусов. А ночью, вы посмотрите, уже заморозки начинаются, минус 2, минус 1, и это только начало. На моей машине шины стоят разноширокие, летние, и как я люблю на трассе прокатиться в удовольствие. Но впереди, ребята, зима, и к ней нужно готовиться. Е-каталог. Вы скажете, ты поешь рекламные дифирамбы. Ну, послушайте, пожалуйста, скажите, ну, разве это неудобно? Я вам оставляю ссылочку в описании. Вы переходите по ней, забиваете параметры ваших шин, и перед вами появляется целый список тех самых шин, которые подходят на ваш автомобиль. На Е-каталоге вы можете почитать отзывы, увидеть динамику цены точно ли нету, никаких наценок, посмотреть обзоры. В общем, полноценно принять решение, какие шины подходят именно вам. После чего вы нажимаете, где купить, вот здесь очень важно, все ссылки прямые, никаких наценок Е-каталог вам не делает. И тут вы видите весь список магазинов, и смотрите, где цена вам наиболее привлекательна. После чего переходите, оформляете заказ с доставкой на дом. Россия, Украина, Казахстан. Е-каталог всем нам с вами рад. Переходите по ссылочке в описании, пользуйтесь, забудьте про эти сотни сайтов сторонних. Просто один Е-каталог решает все ваши вопросы. Также рядышком будет ссылочка на раздел диски. Шины плюс диски, колеса в сборе. Друзья, зима близко, и готовиться к ней нужно уже прямо сейчас. Е-каталог вам в этом поможет. Что бы ты ответил, вот сразу, знаешь, хейтерам, которые скажут, что ты дурак, что ты купил дрова, что все это фуфил, ты еще пожалеешь, зачем это надо, лучше бы купил вот Рапидзе. Что, скажу хейтерам, сидите, там, печатайте комментарии, ломайте пальцы об клавиатуру, я не знаю, там, у нас диваны эксперты всегда найдутся, понимаешь, будут всегда обсуждать, говорить, там, это, в принципе, нормально. Ну, они и так всю жизнь, мне кажется, сидят просто на жопе ровно и будут вот это вот строчить, печатать. Друзья, от себя лично скажу, по ощущениям, выезжали, были неровности, не гремыхает подвеска, в принципе, едем комфортно, опять же, не забывай, что она у нас на пневме. Плюс ко всему, вот мы потолкались в пробках, где-то разгоняемся, коробка не тупит, то есть каких-то ударов, рывков, ну, действительно нету. В этом плане то, что едешь, вот никаких ошибок у нас не загорается, у нас запотевают сейчас окна, ну, потому что мы кондиционер выключили, но в целом, как бы, ты едешь, я бы не сказал то, что я как-то еду обловно, вот стыки дорожные, ну, блин, друзья, есть, понятное дело, различные какие-то скрипы по салону, но не забывайте, что, во-первых, на коже, где-то что-то со временем, само собой, в любой машине заскрипит. Нужно за этим точно так же следить, но вот так, по ощущениям, да вроде бы и неплохо для вторички, за лям. Да, скрип идет от люка, потому что там резинки, они от влага попадают, они трутся друг от друга, соответственно, там либо протирать. Если, например, не так много ездишь, вот я просто, как бы я на нее смотрел, вот я сейчас езжу там в год буквально 15-16 тысяч км, вот если бы мне нужна была машина, и понимаешь, что отдал там миллион двести, ну, плюс там в запасе у тебя должна быть какая-то денежка на всякий случай на содержание, здесь самое главное, на самом деле, не прогадать вот с мотором, с коробкой, вот то, что действительно дорого стоит, подвеску и так далее, это действительно все можно увидеть, все можно продиагностировать и сразу понять, сколько денег нужно вложить. Ну, и то же самое, то, что ты заказывал мастера, проверить мотор, ну, это реально важно. Ну, конечно. Соответственно, найти машину там с пробегом 140 тысяч, там на пару лет ее взять, да ты ее через это же время, если она у тебя в хорошем состоянии, то ее скинешь за те же самые плюс-минус деньги. Если не дороже. Да, низ рынка, ну, понятное дело, друзья, это фотографии одни, а на деле это уже все пройденный этап, ты приезжаешь, а там, ну, реальные дрова. А здесь, как бы, подчеркиваю, мы садимся, ну, вы видите по перебивкам, машина приятная, сидение не затертый, руль не затертый, то есть такая не засратая тачка, как бы находиться в ней комфортно, то есть нет такого, знаешь, ощущения старины, какой-то такой своеобразный олдскул в силу того, что это Порше, там удивляет, да, что нету камеры, например, заднего вида, хотя там машина дорогая, но в целом норм, естественно, вот этот там экранчик, как скажут, динозавров времен, это вообще фуфил, муфил, потому что машина на миллион стоит. Два-три года, по 75 тысяч налог, ну, надо считать. Если полторашка на тачку условно была, миллион отдал за нее, там, 150 вложил, плюс там резина, главное вот что, значок Порше уже все сразу становится понятно. Ну, кайф, короче, да, тебе все, вот прямо вот есть такая тема, что вот Поршак и кайф, кайф. Ну, да, но я не понимаю людей, которые, знаешь, ну, типа, тоже старый Порше, ну, это же бред Порше, я считаю, любой, если в хорошем состоянии, то тачка будет всегда цениться, то есть, ну, больше, ну, для души, то есть, для кайфа. А сколько у нее владельца было? У нее было три владельца, я, получается, четвертый. Это же 100 все, 4,8. Ты знаешь, это вот, у меня был рапид, да, можно было там сделать чип, но это все, знаешь, колхоз, что можно с 1,4 мотора, по сути, выжить. Ну, вот, настоящая мужская тачка на 500 сил. В общем, нужно брать в любом случае, объем будет всегда решать, как ни крути. Единственное, да, то, что вот такая, когда с ноля нажимаешь в пол, там, вот, буквально полсекундочки задержка. Ты просто в спорт еще не переводил, поэтому... Только снял с языка, соответственно, если еще погоняться на ней, сами знаете, это адаптация, 100% тема рабочая. Машина будет лупить по полной программе. Ну, да, что говорить. Сейчас, так сказать, самое главное одно, чтобы она не подводила с точки зрения надежности по ремонту. Уверен, многие из вас напишут, Никола, готовься. Был у меня такой Porsche, и начиналось все красиво, а потом пошло некрасиво. В любом случае, тебе спасибо за предоставленную тачку. Надеюсь, что она тебя будет радовать. В любом случае, если вдруг что-то случится, звони, будем рады приехать, подснять тебя на сервисе. Ладно, друзья, не будем тянуть кота за хвост. Вы все услышали, остается только вам сделать выводы. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходит свежая новость. Мы сейчас снимаем машину, а сториз с тачкой уже висит. Если кто-то из вас хочет принять участие, у него есть интересная машина, интересные истории, и он готов про нее рассказать, пишите все контакты со мной в описании. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok